Ратушная площадь Ратушная площадь Ратушная площадь Если наоборот, это не считается женщиной-человекством. Так что все сейчас наоборот. Они вместе. И вот чего можно попробовать? По ходу расскажу. А вот здесь, немножко дальше, вторая колонна. Это самая старая кафе в Танне. Немного скучей. В Питер когда начали строить? В 1700, по-моему, в 1940-ом. Ужас. Это уже Анна Иоанновна померла. Это идут те кресты. В истории слабые. В 1703-ом открыли первое кафе. То есть у вас Петр стал ногой в Приморье, а у нас Русский. В Питер. А до открытия этого кафе была какая-то путака. Толанчик получил малое место работы, и передали первому кафе. Они шутят, что лучшую кровяную колбасу в Танне, наверное, там есть. А кровяная колбаса у нас это рождественская еда. Так что тоже советую. Ну а здесь вы можете попробовать такой своеобразный эстонский суп. Это его делают с лосями. Это как бы лося у нас много, как и в Финляндии. Поэтому у нас этот суп правда не едят ложками, у нас его пьют. Вот пойдемте, мы пройдем сквозь вот эту старую комнату пыток. Ну как бы вот, увидите. На башню можем подняться. Видите, вон уже наработались, пирогов поели, больше не могут. Ха-ха-ха. 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 Оу. Старый кафе. Туалет типа сортир. Так что... В средний веков. Да, как у бабушки. Да, раньше это... Здравствуйте. Ох. Туалет. Ха-ха-ха. 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 Здесь мы уже были. Просто я вам тоже советую, вот оставшееся время в Таллине, суйте нас и во все дыры. В Таллине тогда вы больше увидите, чем есть вот просто на главной улице. А это того стоит. Вот такие вот всякие вещи. Я вообще не знаю, где вы сидели на Кулосе. Если честно, там нет нормального кабака. Там все дырались. Ну, а все планировали отдыхаться. Ну, вот это вам советую, да. Вот. Так что, а это улица на земле. Мерю до Мазарини. Вот. Тюрьма. Где фонарь, там работали толмачи. Да, на это же бассабрами. Рядом переводчики. Все, что надо. Полночь. Ну и я. А здесь делают копию. Так что, как бы, воздух в стекле, но по ГОСТу это прав. Но выдавить воздух из стекла в средние века было невозможно. Это старые технологии. Вот давайте мы здесь просто пройдем. Так что, тоже много всяких малачей. Вот, ваше бюджет. Да, тут побольше. Ммм, старый магазин. Ну, вот тоже. Терей. Ну, вега. Секей скайк на костюме. Вега. 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 Понюхайте, надо. А погрусти. Погрусти. Это вообще дезодорант средних веков. Мышевельник. Нет. Нет. Да это что-то корица. Что-то типа корица. Вообще приятно, когда причёсываешь и запах ставишь. Корица, да? Нет. Это сандалы. Какое? Сандалы. А, сандалы. А, сандалы. Бодрит? Дёгтем. Ну да. Наханите, неханите. Наханите. Наханите не было. Да, вообще никого не было. Скухота не было. Совсем разбегутся. Так уж. Молодцы. Ну тут сам спрашиваю. Вот видите. То есть каблуки уже адаптированы. А раньше чем длиннее нос, тем богаче владельцы ботинок. Поэтому самые богатые к коленкам прикрепляли, чтобы не завалиться где-то просто. То есть им был достатка. Соль? Ну вот. Куда деньги шли, да? Куда деньги делал? Да, да. Соль и торговали. Набор миллиардера. Вон, видите, тут местные шнапсы делают. Так что рекомендую. Зайдём. Зайдём обязательно. Одежда. Обувь для головы. Видите, вот. Красно. Пашечка. Мне идёт? Да, Игорь Путер. Ты встал это. Ты зарослась. Ну что, класс. О, сила. Всё, переезжаем в средние века. Ну так и тапочки купите, да. Ну и сейчас будет старая пивоварня, которую вы уже слышали, да? Так что тоже вещи, которые здесь делают, это исключительно таллинские вещи, не эстонские. Например, ну типичная вещь к мясу – это лука в арене. Вот это интересно. Мы уже ждали, удивились, не могли понять, что это. Тут делают три сорта пива. Это как раз такие местные сорта. А у нас стали две пряности – корица и чеснок. Да, вот. И здесь вот с корицей на травах и медово. Ммм. Древний пивовар. Вау. Выходим на улицу. Эдуард ведёт нас дальше. Америка – snails. Продолжение следует...